Привет! Меня зовут Джонни, я из команды организаторов Коверн-фестиваля 2015. И сейчас уже состоялось одно из открывающихся мероприятий, фестиваля, завтра последний день. Так что можно пропустить промежуточные тони. Фестиваль в этом году был чудесный. В принципе, он чудесен всегда, потому что собирают воедино сообщества ЛГБТ-людей, людей с разными идентичностями, часто с международным участием, с участием международных гостей, союзников сообщества, людей из правозащитного движения, которым интересно поддержать и послушать о жизни ЛГБТ в России, о проблемах прав человека, в частности, через самый понятный миру язык, через искусство. Искусство — это язык, на котором все мы так или иначе говорим. И одна из важных частей Кэрфиэста — это то, что мы говорим об ЛГБТ и о правах человека через этот язык. Фестиваль длится 10 дней. В отличие от прошлого года, он, к счастью, в этом году шел непрерывно. К сожалению, одна площадка, первая площадка, нам отказала буквально за два часа до мероприятия, которое должно было состояться. Мы не знаем всех деталей, но, конечно, это связано с давлением, которое переживает ЛГБТ сообщество и все пространства, которые готовы его поддерживать. Но по сравнению с прошлым годом, когда фестиваль очень сильно пострадал из-за гомокомной атаки на открытие, в результате чего тогда отказали в 2014 году почти все площадки, в этом году все было непрерывно, дружественно, безопасно, главное — безопасно и комфортно. Десять дней мероприятий проходили в разном формате. Были концерты, были дискуссии, выставки. приезжали иностранные гости, которые фотографируют и делают проекты о жизни ЛГБТ-сообщества в России, делились своим опытом. В принципе, почти каждый день приходила очень большая аудитория, и после каждого мероприятия состоялись дискуссии, которые показали, что вопросы, которые ставят проекты, представленные на фестивале, действительно острые и важные, действительно интересуют людей. И это очень здорово. Очень здорово то, что чувствуется большой отклик. Например, сегодня у нас была дискуссия, посвященная трансгендерности и творчеству, на которой выступил в презентации своего проекта на нидерландский фотограф Яспер Грун с своей фотокнигой о переходе трансгендерного человека, переходе к амингауте и изменениях, которые этот человек пережил в космонавтографии. И потом состоялась дискуссия с представителями транссообщества в Петербурге, каждый из которых рассказали о каком-то своем сложном опыте, связанном с выражением трансгендерной идентичности через творчество, через искусство и вдохновение, которое может находить в этом. И часто, ну, вот просто сегодняшнее мероприятие, можно взять в качестве примера, очень часто мероприятия на тематику трансгендерности, как и другие сложные тематики, касающиеся ситуации уязвимых групп и сообщества, вызывают очень сложные дискуссии. Но сегодня зал, аудитория, большое количество людей, которые пришли послушать и поучаствовать, выступили очень заинтересованно и очень поддерживающе. И для меня, как организатора мероприятий, как трансгендерного человека, это огромная поддержка и огромный ресурс. И очень надеюсь, что Квертес служит именно этому, обмен опытом, вдохновением и возможность поделиться с другими людьми своим, ну, показать другим и себе, что мы любим друг друга, мы принимаем друг друга, и мы поддерживаем друг друга. И через это показать всему внешнему миру, широкому обществу о том, что мы про творчество, про ненасилие, про поддержку. Вот. Наверное так. Спасибо.